Депутатский час с Эдуардом Иваницким. Мы с ним будем обсуждать в городе Сургуте вакцинацию, как она проходит, плюсы и минусы, какие есть ограничения, рекомендации, пожелания и прочее. Потому как Денис Синенко начальник медицинской службы ООО «Газпром» «Трансгаз Сургут». Грубо говоря, всего «Газпром» в Сургуте. Можете представить. Так что про это наш гость сегодня знает абсолютно все. Мы, зная, кто придет в гости к нам в радиорубку, мы разместили анонс и получили заранее небольшие вопросы к гостю. Есть типичные, я начну со своих, потом типичные, которые, чтобы не повторяться, отказывают, потом есть частные. Хорошо? Вот мы, наверное, в ближайшее время сейчас давайте, Денис, на эту тему и поговорим. Итак, ковид. Давайте какие-то базовые такие вещи обозначим еще разок. Ковид – это вирус, который поражает в основном легкие у человека и с достаточно серьезными осложнениями, которые могут быть в зависимости от индивидуальности того или иного особенности иммунитета организма человека и так далее. Ну, в принципе, подобная пандемия, как уже, я думаю, сегодня информация ни для кого не секрет, в мире это не первый и не последний, к сожалению, вирус на нашей планете. Там печально знаменитую испанку все вспоминают, начало прошлого века и так далее и тому подобное. Итак, многие пандемии остановили вакцинациями, предотвратили с точки зрения профилактики. Вот смотрите, на сегодняшний день, вот у меня вопрос, вот это мой вопрос, да, я пытаюсь вот разобраться, я надеюсь, с вашей помощью. Я так понимаю, что в каждой стране есть свои вакцины разработанные, да, какие-то авторские, индивидуальные. Либо это да, либо это один, и у нашей страны их даже чуть ли не несколько. Либо один и тот же, в принципе, это одна и та же вакцина, только с разными названиями. Да, добрый день или вечер, уважаемые радиораслушатели. Эдуард, спасибо за вопрос. Ну, давайте сначала определимся в понятиях. Давайте. Вакцинация – это метод, который призван для того, чтобы не допустить распространение инфекционного заболевания в каких-то массовых коллективах. На самом деле, тема вакцинации очень сложная. Почему? Потому что, как всегда, существует два лагеря противников и сторонников вакцинации. Но в данный момент это, так скажем, единственный способ избежать и вернуться к нормальному образу жизни, который у нас был, так скажем, в доковидную эпоху. Что касается конкретно вакцины, их сейчас на настоящий момент существует три. Две уже официально зарегистрированы, и одна вакцина проходит сейчас третий этап клинических испытаний и готова будет выйти, так скажем, в массы, ну, где-то в апреле месяце, по заявлениям Министерства здравоохранения Российской Федерации. Что касается уже действующих вакцин, это, в первую очередь, конечно же, в августе месяце была зарегистрирована вакцина «Спутник В» центра Гамалеи, да, она представляет из себя некую такую экспериментальную технологию, которая раньше при приготовлении, при изготовлении вакцин не использовалась. В чем это заключается? Она сделана на базе, почему называется, значит, вот «Спутник В», потому что она сделана на базе вектора. Вектор — это лишенный геноразмножения вирус. В данной вакцине используется аденовирус человека, то есть который просто выделен из, так скажем, из носоглотки болеющего человека аденовирусом. Он персистирует в организме человека постоянно и вызывает так называемые эпидспышки сезонные, да. Так вот этот вирус взят, в него внедрен участок, маленький участок белка SARS-CoV-2. SARS-CoV-2 — это возбудитель новой коронавирусной инфекции COVID-19. Вот в него внедрен маленький участок белка этого, значит, вируса. И вот этот вектор, он, вектор вот этот вот аденовирус, да, он призван для того, чтобы помочь облегчить проникновение вот этого участка коронавируса в клетку. И чтобы организм вырабатывал, соответственно, иммунитет, то есть давал какую-то ответную иммунную реакцию. Она, по данным, значит, центра Гамалеи, составляет эффективность данной вакцины, то есть выработка иммунитета после ревакцинации в течение 21 дня после повторной прививки, а сейчас все вакцины двухкомпонентные, пока однокомпонентные не существуют, то есть все вакцины требуют двукратного введения. Вот после ревакцинации в течение 21 дня у 92%, значит, так скажем, людей вакцинированных формируется стойкий иммунитет коронавирусной инфекции. Что касается второй вакцины, это Epivac Corona, значит, новосибирского центра Vector, так скажем, ранее известного центра, который занимался биологическим оружием еще во времена Советского Союза. У нее принципиально другая технология изготовления этой вакцины, это на 100% синтетический белок, пептид. То есть используется последовательность, грубо говоря, аминокислот, которые соответствуют в белке, соответствуют структуре белка SARS-CoV-2, возбудителя коронавирусной, новой коронавирусной инфекции, и эффективность этой вакцины, как заявляется производителем, 100%. То есть у 100% людей после ревакцинации в течение 14 дней, а, значит, особенности, ну, отличие двух вакцин, если спутник V это вакцинация и ревакцинация, между ними промежуток 3 недели, то есть 21 день, и потом еще в течение 21 дня формирование стойкого иммунитета, то по пивак короне промежуток между первой инъекцией и второй инъекцией ревакцинации составляет 14 дней. И потом в течение еще 14 дней формируется стойкий иммунитет у 100% респондентов, ну, то есть у 100% людей, которые как бы вакцинировались данной, значит, вакциной. Третий, так скажем, вид вакцины, который вот сейчас как раз проходит регистрацию, клинические испытания заканчивают, это так называемая COVID-19 вакцина, вакцина Центра Чумакова иммунобиологии, да, она как раз изготовлена по, так скажем, классическим методикам. Там используется непосредственно вирус SARS-CoV-2-возбудитель, но он, грубо говоря, лишен возможности вызывать заболевание, то есть специально обработан и лишен возможности вызывать заболевание. Но насколько сейчас эффективна эта вакцина и какой, так скажем, у какого процента людей формируется иммунитет, она тоже двухкомпонентная, точно такая же, как спутник В, интервалы между вакцинацией и ревакцинацией 21 день, вот, у какого процента людей формируется при этом иммунитет, пока я, к сожалению, не встретил в литературе, но я думаю, что там тоже, как у не менее 90%, как у остальных вакцин, потому что на базе, так скажем, вот этих ослабленных вирусов строятся в том числе вакцины против гриппа, против, ну, против многих известных инфекций, против, там, ну, большинства известных инфекций, в том числе, которые находятся в прививочном календаре у детей. — Благодарю за столь глубокое погружение в тему, вообще очень интересно, на самом деле. У меня сразу же возник вот дополнительный вопрос. Вы же наверняка вот в ваших кругах, я веду, да, в том числе вот медицинских сейчас сегодня, обсуждаете вот сравнительные характеристики западных, восточных, там, китайских вакцин и наших. — Почему этот вопрос у меня возник? Потому что, ну, вот, слухов же много, особенно в соцсетях. Вот, самые эффективные американцы никому не продают, потому что она у них прям самая-самая. Другие говорят, все это ерунда, надо ехать на границу с Китаем, там купите за 5 долларов вакцина и вообще 100% гарантии. В общем, кто во что гораст, кто в лес, кто под рова. А вот, на самом деле, вот с такой же глубокой медицинской, научной точки зрения, сравнительные характеристики вакцин, наших вакцин, российских, по сравнению с другими. — Ну, Эдуард, вы знаете, очень сложно сравнивать несравнимые вещи, тем более, что, как бы, вот, что касается вакцин западных, их, как говорится, пощупать невозможно. И результаты проверить объективно невозможно. Я могу сказать про тот опыт, который имеем мы. Вот сейчас наши работники, в частности, прививаются вакцины «Спутник В». Начали мы эту кампанию с декабря месяца, когда это еще было точечное, такие, так скажем, точечные мероприятия. Но, тем не менее, с декабря месяца мы ведем эту работу. И на настоящий момент, ну, без ложного, так скажем, хвастовства могу сказать, что у нас привито порядка 2000 человек в нашем коллективе. Это очень большая цифра. На настоящий момент, я думаю, что мало кто может этим похвастаться. А учитывая, что людей, имеющих иммунитет, переболевших, значит, у нас еще, там, две с лишним тысячи человек, то есть у нас практически 50% нашего коллектива имеет коллективный иммунитет. Нам чуть-чуть не хватает, да, так скажем, такой точки рэперной в 60%, которая, как бы, говорит о том, что распространение вируса в наших коллективах, в том числе и закрытых, можно предотвратить. Ну, то есть, вот смысл вакцинации в чем? Это обрыв цепочки распространения вируса. То есть, когда один человек, даже вакцинированный, к нему попадает в организм вирус, он сразу уничтожается, и он уже не может заразить даже человека, который без иммунитета. Это называется, так скажем, обрывом цепочки распространения, да, и, соответственно, вирус сам по себе постепенно исчезает. Что касается западных вакцин, сложно говорить, то есть данные, те, которые публикуются в, так скажем, открытом доступе, я не склонен им верить. А вот то, что мы проверили на себе и те работники, которых мы прививаем, мы опасались, да, опасались, что это будет плацебо, что может не будет формироваться иммунитет. Но проводя исследования на иммуноглобулин, то есть проводя исследования на уровень иммунитета у наших работников, которые уже привились вакцины, даже до ревакцинации у 50% примерно работников формируется стойкий иммунитет. После ревакцинации процентов 80-90, а может быть даже чуть-чуть больше, ну вот, наверное, вот в этом коридоре там 90-92% людей получают стойкий иммунитет. То есть это не плацебо, эта вакцина работает, она формирует у людей иммунитет. И вот за все время, когда мы начали работать с антителами, когда мы начали измерять уровень иммунитета, когда вот только появились эти тест-системы, это, наверное, октябрь-ноябрь прошлого года, у нас не зафиксировано ни одного случая повторного заражения в нашем обществе. Ведется очень жесткий контроль за, так скажем, за людьми, которые заражаются, да, и за людьми, которые получают иммунитет. И пока, вот постучу по столу, нет у нас ни одного случая повторного заражения. Поэтому хочется сказать, что вот эти мероприятия, которые направлены на нераспространение новой коронавирусной инфекции, в частности, вакцинация, в частности, контроль переболевших и, так скажем, регулярное подтверждение уровня иммунитета, оно дает нам очень большое подспорье для того, чтобы вернуть большую часть нашего коллектива трудового, так скажем, к обычному образу жизни, который был в доковидную эпоху. Я сейчас спрошу у режиссера, у нас осталось еще, да, немножко времени до рекламной эпохи? Тогда успею задать вопрос. Скажите, а вот вы говорите стойкий иммунитет, а вот можно померить вот этот иммунитет, какого уровня он необходим для того, чтобы организм победил вот эту болезнь? Есть какие-то параметры? Да, конечно, параметры есть, но эти параметры зависят от тест-системы. Тест-систем используется много, используются наши тест-системы, используются западные тест-системы. Есть очень много, значит, литературы, данных, на какие именно конкретно участки вируса настроена та или иная тест-система. Ну вот мы в своей работе используем тест-системы Вектора, то есть Новосибирского, значит, вот этого центра. Она очень у нас себя хорошо зарекомендовала, и они все полуколичественные. То есть что это значит? Это значит, что есть у тест-системы определенная оптическая плотность, и вот по отношению к этой оптической плотности определяется коэффициент позитивности, который говорит о наличии или об отсутствии иммунитет, антител в крови человека. Для того, чтобы определить уровень иммунитета, в каждом результате анализа указываются референсные так называемые значения. То есть это плюс-минус. То есть до каких пределов отсутствуют антитела, от каких пределов до каких результат сомнительный и выше каких результат позитивный. У нас существует там целая комиссия в обществе, которая занимается допуском работников, значит, по уровню иммунитета. И хочу сказать, что, ну, вот если брать тест-систему Вектор, то мы допускаем людей, наверное, от уровня полутора. Полутора, то есть коэффициент позитивности полтора и выше. Мы считаем, ну, опять же, мы не смотрим только на результаты тестов. Мы смотрим на историю. Мы смотрим на историю, мы смотрим, человек болел, не болел, когда болел, как переносил, или был в контакте. То есть был ли он у нас на контроле. И с учетом вот этого многофакторного анализа уже принимаем решение о допуске или недопуске данного человека к нормальному образу жизни. Спасибо большое. Хорошо, я напоминаю, уважаемые радиослушатели, что сегодня у нас актуальный разговор с начальником медицинской службы «Газпромтрансгаз» Сургута Денисом Синенко. И тема, ну, вот, наверное, на сегодняшний день, я даже не знаю, какая вообще в мире, в стране, в нашем городе, в любой семье есть тема актуальнее, чем тема ковида и борьбы с этим, с этой вот пандемией, которая свалилась на головы всего человечества. Мы продолжим наш очень интересный, содержательный, еще раз респект нашему, благодарность гостю за этот разговор. Буквально через пару минут у нас рекламная пауза. Депутатский час с Эдуардом Иваницким. Еще раз всем здравствуйте. Мы продолжаем актуальный разговор на Дорожном. У нас сегодня в гостях начальник медицинской службы всего «Трансгаза» в городе Сургуте Денис Синенко. Он же депутат Думы города Сургута по 17 округу. Мы продолжаем самый актуальный, на самую актуальную тему ковид в нашем городе. Как мы с ним боремся, с помощью чего и какие. Ну, в общем, про вакцинацию сегодня идет речь. Денис, в первые 15 минут, кстати, можете пересмотреть очень содержательно интересный анализ, что собой представляют тесты и, самое главное, вакцины, чем они отличаются и как они действуют. В общем-то, их механизм воздействия на организм. Он очень подробно рассказал, чтобы было действительно понятно, что происходит после вакцинации в нашем организме, как он вырабатывает, за счет чего он вырабатывает необходимые силы для борьбы с этим вирусом. Но это первые 15 минут. А сейчас у нас вопросы от радиослушателей. Мы разместили эту тему буквально там накануне. Вопросов было очень много. Есть типовые, есть частные. Но все-таки один из самых типовых вопросов, не буду говорить фамилии, потому что их много было от разных людей. Вот люди перенесли, переболели вирусом в разной степени, в разной. Кто-то перележал тяжело, там чуть ли не на грани, очень много таких. У меня соседи очень много таких тяжелых, прям реально, с галлюцинациями, там, ну, прям страшно. Люди рассказывают аж волосы дыбом. А некоторые в легкой форме, там, да, переболели, там, пару дней, 40 температур, и, в общем, даже на больниче не ходил, как-то на выходные случаи. В общем, все по-разному переболели. Переболели люди вирусом, вот. Нужно ли вакцинироваться в этом случае? Это очень часто задаваемый вопрос, который у нас был, я думаю, вам тоже. Да, Эдуард, это действительно часто задаваемый вопрос. И тут нужно ответить так, что наличие антител в крови, то есть наличие иммунитета к возбудителю новой коронавирусной инфекции COVID-19, не является противопоказанием для вакцинации. Объясню, почему. Постараюсь, по крайней мере, объяснить, аргументировать свой ответ. В настоящее время считается, что иммунитет после перенесенного в клинической форме или бессимптомной форме заболевания, он держится до 3-4 месяцев. Ну, максимум до полугода. У нас уже есть опыт и работы, когда мы меряли иммунитеты, действительно, вот у людей, которые болели на заре первой волны, так называемой первой волны, которая была там в конце марта, сейчас у них иммунитет постепенно уходит. Что касается вакцинации, ну, по крайней мере, заявленная, так скажем, длительность иммунитета по спутнику В, новые данные, по обновленным данным, она достигает 2-3 лет. Что касается эпиваккороны, это вот вакцина Новосибирского центра Вектор, там до года. Поэтому, если человек переболел, переболел достаточно давно и имеет какие-то незначительные уровни антител, сомнительные или немножко выше положительных значений, то, естественно, ему лучше привиться, чтобы не попасть под повторное заражение. Опять же, повторное заражение, здесь не очень, наверное, корректный термин, под заражение, под новое заражение, то есть он уже чистый считается, да, то есть он, к сожалению, эта инфекция не формирует пожизненного иммунитета, как, например, корь краснуха, да, вот. А она вызывает только лишь формирование временного иммунитета, который с течением времени уходит. И в этой связи, конечно, защитить себя вакциной еще на 2-3 года, это шикарная возможность для того, чтобы уйти от всех этих ограничительных мероприятий, которые не позволяют нам в связи с вот этой пандемией дышать полной грудью и жить, так скажем, на полную катушку. Слушайте, ну вот вы меня удивили, вроде, к стыду моему сын врача, да, там, мама у меня уже давно на пенсии, но тем не менее, врачей же бывших же не бывает. Я был абсолютно уверен, что раз переболев, организм вырабатывает на всю оставшуюся жизнь этот иммунитет против вируса. Есть такие заболевания, действительно, совершенно верно, вы правы, которые вызывают пожизненный, так называемый, иммунитет, точнее, не заболевания, инфекционные агенты, которые при попадании однократно в организм человека вызывают формирование иммунной реакции, которая сопровождается в течение всей жизни. Но вот возьмите вирус гриппа, да, например, это же сезонная инфекция. И мы каждый эписезон говорим о том, чтобы не заболеть, нужно поставить вакцину. Понятно, что разные штаммы, понятно, что разные бывают обстоятельства, но тем не менее, мы прививаемся почему? Потому что нет долгого вот стойкого иммунитета. Здесь такая же история, коронавирусов много, и ребенок рождается, первый раз прикладывается к груди матери, у него уже есть коронавирус, он уже есть его в организме. Но вот этот вирус, почему он называется новая коронавирусная инфекция? Потому что раньше такого, вот именно SARS-CoV-2, возбудителя коронавирусной инфекции, его раньше не было, он не циркулировал, так скажем, среди вирусов, которых мы знаем. Поэтому это новая коронавирусная инфекция, и, к сожалению, она протекает по таким же закономерностям, при попадании в организм, не вызывая пожизненного иммунитета. В этой связи, даже не вызывая длительный иммунитет, к сожалению, в этой связи необходимо было в кратчайшие сроки найти какое-то противоядие, антидот, как угодно можно называть, для того, чтобы прервать эту цепочку распространения вирусов. И вот на настоящий момент вот эта вот вакцина, она является таким очень действенным способом для того, чтобы на 2-3 года забыть о печальных последствиях, как мы уже знаем, и вы уже об этом сказали, что этот вирус иногда вызывает очень такие печальные последствия и достаточно критические осложнения. Поэтому, чтобы себя обезопасить, это сейчас на данный момент вакцинация один из таких реальных способов это сделать. Спасибо огромное. Мы переходим к вопросам от радиослушателей. Итак, вот Любовь Алексеевна спрашивала, она мама, многодетная мама, вот младший, вот буквально полгода младшенький у нее родился. Есть какие ограничения по возрасту? С какого возраста можно начинать вакцинироваться? Какие не желают? Ну вот дети, дети как? С какого? Ну, Любовь Алексеевна, очень спасибо за вопрос большое. Ну, детям, конечно, до 18 лет вот эту вакцину вводить нежелательно. Нежелательно. Это является одним из противопоказаний. Вот. Если говорить в целом о противопоказаниях к вакцинации, здесь, конечно же, нужно сказать следующее, что если у человека есть какое-то острое заболевание в остром периоде, либо обострение хронического заболевания, конечно же, нужно поберечься и вакцину делать не нужно. Если у человека возникают часто аллергические реакции, причем он не знает, на что они возникают, таких людей тоже достаточно много, здесь тоже нужно крайне осторожно подходить к вакцинации. Если у людей есть онкологические заболевания, они проходят курс химиотерапии, как заявляют производители, за две недели до начала курса терапии нельзя проводить вакцинацию. Если у людей есть хронические заболевания почек, если хронические заболевания бронхолегочной системы, включая хроническую абструктивную болезнь легких, если у людей есть какие-то аутоиммунные заболевания, которые могут, так скажем, непрогнозируемо среагировать на введение чужеродного белка, вот это, ну и, конечно же, беременность, конечно же, беременность, это тоже противопоказание. Раньше, когда только начиналась вакцинация, было еще противопоказанием 65 плюс возраст, но сейчас вакцина же постоянно тестируется, это же такой живой процесс, вот, и вакцина у данной категории возрастной людей показала себя хорошо и показала себя, так скажем, с минимальным количеством последствий. Понятно, что, как у любой вакцины, как у любой вакцины, есть реакция. Есть реакция организма, она возникает не у всех, но она возникает достаточно часто, и заключается она в, так скажем, местной и общей реакции организма на, вот, именно на введение чужеродного белка. Это может быть кратковременный подъем температуры, это могут быть такие симптомы, как озноб, слабость, там, признаки, так скажем, интоксикации, головная боль и так далее. Но, как показывает наш опыт, длятся они не более суток. То есть мы своим работникам рекомендуем следующий день после вакцинации, в день вакцинации, в следующий день после вакцинации, мы их переводим на дистанционную работу, они у нас проводят этот период дома. И, как правило, на следующий день уже выходят полны, бодрые, значит, полны сил, бодрые и готовы к любым производственным задачам, к решению любых производственных задач. Ну, знаю, что я собираюсь на эфир, я не могу не задать вопрос своих знакомых, соседи не простят. Вот у меня сосед Геннадий, он просил у вас такой вопрос задать. Он перенес, по-моему, пару лет назад операцию на сердце. Я вот не уточнил, то ли инфаркт, то ли шунтирование. Вот он спрашивал, нужно ли ему вакцинироваться, есть ли ограничения здесь. Да, болезни сердечно-судистой системы тоже относятся к одному из видов противопоказаний, но я бы так говорил, вот нам с балкона сейчас про все случаи сказать крайне сложно. Поэтому мы говорим в общем, да, об общей такой картине крупными мазками. Что касается каждого случая индивидуально, здесь нужно каждому человеку, у того врача, у которого он наблюдается, получить профессиональную консультацию. И никто другой, как лечащий врач, знает все нюансы, особенности протекания заболевания у данного конкретного человека. Поэтому, если вы хотите привиться, но сомневаетесь, или если вы наоборот ищите повод не прививаться и ищите какое-то противопоказание у себя, то нужно обратиться к доктору и получить грамотное, четкое заключение для того, чтобы понять, можно вам это делать или нельзя. Если вы лукавите, значит вам доктор четко скажет, что вы лукавите и вам лучше привиться, потому что последствия от заражения могут превысить ущерб от вакцинации. Это абсолютно однозначно. Или же если вы действительно относитесь к категории людей с противопоказаниями, вам выпишут медотвод, и вы совершенно спокойно предъявите эту справку, или оставите у себя и будете со спокойной душой ждать заражения коронавирусом. Я понимаю всю условность... Есть еще время, да? Я понимаю всю условность наших рекомендаций в радиоэфире, прекрасно понимаю, тем более, тоже опять же еще повторюсь, сын врачаев, потому что нужно иметь дело с живым человеком, смотреть, разговаривать, смотреть анализы и все прочее. Но почему люди вот сегодня зачастую обращаются в том числе и используют вот такие возможности для себя? Ну, во-первых, живем в век технологий. В соцсетях, Денис, я думаю, что не секрет, мы с вами прекрасно видим и понимаем, что там эксперт, там каждый второй эксперт, одна половина экспертов дает второй половине советы, рекомендации, как жить, как не болеть, вакцинироваться и все, что они думают по этому поводу. Вторая половина слушает и тут же в ответ дает свои рекомендации. Сегодня вот каждый человек, это уже сам себе эксперт ходячий, да? Это первая история, которая вот про все эти вопросы к нам. А вторая, ну, на самом деле есть и объективная доля картины заключается в том, что люди говорят, ну, сегодня в больнице просто лишний раз сходить здоровому человеку, спросить про рекомендацию, просто кто-то из совести не позволяет, потому что коридоры просто забиты, реально забиты нуждающимися, просто, ну, кто-то, а кто-то опасается просто, реально так же опасается. Прийти, говорит, больницу сегодня прийти, это точно заболею. То есть вот на самом деле у людей вот такое еще есть объективное реальность столкновения с ней, поэтому они используют все возможные методы. Поэтому я продолжу. Да, конечно, конечно. Хорошо, от наших радиослушателей. Значит, вот задает вопрос Юрий Васильевич, да, Юрий Васильевич задал одна минута, да? Ну, не успею, наверное, я задам вопрос, а потом его повторю. Ну, лучше, да, уйти на рекламу и повторить вопрос. Хорошо. Ну, не успею я задать вопрос и уж тем более на него ответить. Я предлагаю сейчас уйдем на рекламу, а потом вернемся к вопросам от радиослушателей. Конечно. Депутатский час с Эдуардом Иваницким Еще раз всем здравствуйте. Мы продолжаем актуальный разговор на Дорожном. У нас сегодня в гостях начальник медицинской службы «Газпром Трансгаз Сургут» Денис Синенко. Естественно, мы в актуальном, с таким названием актуальный разговор, мы, естественно, говорим на самую актуальную сегодня тему, тема вакцинации. Я предлагаю посмотреть на YouTube-канале, вот все ближайшие там полчаса, потому что был очень обстоятельный такой серьезный, такой даже околонаучный практически разговор. Денис постарался простыми словами передать очень сложные вещи о том, как воздействует вакцина на организм человека, в чем их отличие нескольких вакцин. Я предлагаю это обязательно послушать, потому что на самом деле я вот вроде бы тоже парень такой слушающий и читающий много чего в интернете и не только. Но вот до вашего разговора у меня вот такой полноты картины и такого детального, спокойного понимания, что такое вакцина собой представляет, как она действует на организм. Спасибо вам и от меня лично, и от всех радиослушателей. Мы продолжаем от них вопросы. Я обещал вопрос от Юрия Васильевича. Он действующий такой очень активный спортсмен, он участвует во всех спартакиадах, непрофессиональный, но... То есть он говорит, у него нет вредных привычек, я не пью, не курю и вообще ведет очень здоровый спортивный образ жизни. И чувствует себя превосходно. Не он, не его семья, не дети не болеют. Он говорит, ну, нужно ли мне вот с таким образом жизни вакцинироваться. Я привел его пример, потому что вопросов от спортивного сообщества, на самом деле, в ваш адрес было очень много. Они все примерно про одно и то же. Да, Эдуард, но смотрите, вот чем отличается организм спортивного человека от неспортивного? Ну, будем так говорить, непрофессионально спортивного человека. Потому что у профессионально спортивных людей, там вообще наоборот, уровень иммунитета снижается, когда они на пике нагрузок. У непрофессионального спортсмена, который использует, так скажем, в повседневной жизни частые физические упражнения, нагрузки, это приводит к повышенному иммунному ответу организма. То есть его организм по сравнению с, так скажем, с нефизически подготовленным человеком, он более защищен. Но я еще раз подчеркну, что вот этот SARS-CoV-2, возбудитель новой коронавирусной инфекции, он ранее не циркулировал. Поэтому у организма памяти и ответа на, так скажем, на проникновение его в организм нет. Как поведет организм Юрия Васильевича в данном конкретном случае, спрогнозировать не может никто. Да, мы знаем, что примерно, примерно, подчеркиваю, соотношение симптомных и бессимптомных форм, ну, примерно к 40-60, то есть я имею в виду в процентах, да? Значит, и как его организм отреагирует, неизвестно. Будет хорошо, если он перенесет это заболевание в бессимптомной форме. Но будет ли хорошо, если он принесет этот возбудитель домой на одежде? Если заболеют его родственники, его дети, как они перенесут этот возбудитель? Они не являются такими физически подготовленными, как сам Юрий Васильевич. Поэтому здесь вопрос даже более такой социальной плоскости лежит, нежели в каком-то личностном аспекте, да? Здесь нужно брать, ну, хотя бы микросоциум этого Юрия Васильевича и говорить о том, что Юрий Васильевич, привившись, понятно, есть риск, что он принесет на одежде этот вирус. Но мы говорим о том, что знаем уже, и я думаю, что радиослушатели лучше меня расскажут, сколько и на каких поверхностях этот вирус живет, я имею в виду, в течение какого времени. Но если этот Юрий Васильевич будет являться бессимптомным носителем вируса, возможность заразить своих членов семьи гораздо выше, нежели он просто где-то принесет его на руках, на перчатках, на одежде, на шапке и так далее. Если этот Юрий Васильевич подготовлен и будет переносить бессимптомные формы заболевания, но при этом будет распространять этот вирус и заражать окружающих его людей, близких, конечно же, это ни к чему хорошему не приведет. Поэтому, еще раз повторюсь, цель вакцинации – создать в организме стойкий иммунный ответ на попадание вируса. То есть, если у Юрия Васильевича нет памяти к этому вирусу, нет специфических антител, которые сразу его уничтожают, значит, он в организме будет размножаться, и природа вируса такова, что ему нужно размножаться, ему нужен организм хозяина. Он не старается убить, он старается максимально распространиться, так скажем, на всей возможной территории. Это его задача, это задача вируса. Он так живет. А наша задача сделать так, что при попадании в организм этот вирус сразу уничтожился. Так вот, давайте сравним Юрий Васильевич, который привит, вакцинирован, и Юрий Васильевич, который активно занимается спортом и не привит. Вот Юрий Васильевич, который активно занимается спортом и не привит, к нему попал в организм вирус, он размножается, у него хороший иммунный ответ, он реагирует, начинает уничтожать вирус, но при этом Юрий Васильевич, еще раз подчеркиваю, Это не специфический иммунитет. А вакцина вырабатывает специфический иммунитет. Он переносит это все в бессимптомной форме, допустим, но вирус размножается, он приходит домой, заражает родственников, родственники болеют. Не дай бог, у кого-то возникают какие-то критические осложнения. Не дай бог. Это очень плохо. Теперь возьмем второго Юрия Васильевича, который вакцинировался. К нему попадает в организм вирус, и он сразу начинает уничтожаться вот этими специфическими антителами. И этому вирусу не дает антитела, они не дают ему размножаться, они его уничтожают сразу. Соответственно, Юрий Васильевич, у него гораздо меньше риск распространить эту инфекцию в семье, на работе, еще в каком-то коллективе. Опять же, в том же спортивном тренажерном зале, где занимаются его друзья и коллеги по спорту. Поэтому вот таким сравнением, таким банальным вроде бы как сравнением, я попытался объяснить, что есть разница между, так скажем, подготовленным спортивным человеком просто с иммунитетом и вакцинированным подготовленным спортивным человеком просто с иммунитетом. Спасибо большое за столь подробный ответ. И я уж тогда шутки ради задам вопрос, который тоже часто муссируется в соцсетях особенно, да, что алкоголь помогает победить вирус. Ну, это любимая мужская вообще забава. Миф? Ну, нет, а давайте так, алкоголь, спирт в концентрации 70% и выше убивает вирус напрочь. То есть, вот, так скажем, профилактика антисептики, которыми мы обрабатываем руки, это же в большинстве своем спиртовые растворы возможно не на слове этилового спирта. Может быть, там пропилы, ну, какой угодно. Спирт, да, в концентрации не менее 70% он, так скажем, вирус убивает. Но когда мы его принимаем внутрь, тут, конечно, история другая. Вирус у нас, как правило, за несколько дней опускается в легкие. То есть, да, первые там сутки-двое он персистирует у нас там в районе носоглотки, ротоглотки, а дальше сразу спускается и вызывает пневмонию. И, как бы, достаточно тяжелые варианты пневмонии. Поэтому, как бы мы в этот период алкоголь не принимали внутрь, до легких мы не достанем. Поэтому, кроме как концентрацию алкоголя в крови это больше нигде не поднимает. Вот. А кровь даже с высокой концентрацией алкоголя не проникает в легкие и не, так скажем, не способствует там элиминации, то есть устранению вируса. Поэтому, конечно же, вот при приеме алкоголь, при приеме внутрь это миф. Ну и еще вопросы успеваю, да. Такая девушка по имени Шабнан, но с редким красивым имением, но, судя по всему, это написали в Кавказе, потому что и вопрос оттуда, вероятно. Она говорит, у нее прадедушка недавно отметил юбилей 90 лет. И я так понимаю, по настроению семьи у них, как бы, принято и 95 лет, он нормально отметит юбилей 100 лет. Вот они спрашивают, вот, дедушке надо вакцинироваться в таком возрасте или уже не стоит? Ну, еще раз я повторюсь, что возраст 65 плюс изначально являлся противопоказанием. Но сейчас, на настоящий момент, вакцина продемонстрировала себя достаточно хорошо у данной возрастной категории людей. И сейчас вот этот возрастной ценз, он снят. То есть здесь нужно принимать решения индивидуально. Нужно вакцинироваться или не нужно? Конечно, мы говорим о том, что у возрастных людей заболевание протекает в более, так скажем, серьезной форме. Вызывает больше критических осложнений. Ну и естественно, что организм с возрастом накапливает различные заболевания. Есть, значит, фон этих заболеваний, тягощенный. И, конечно же, при заражении коронавирусом неизвестно, как организм себя поведет. Но здесь нужно грамотно, четко взвесить, пойти к своему лечащему врачу. Ну, это у нас медицина построена по участковому принципу. Пойти к своему участковому врачу и посоветоваться. То есть, имеет ли смысл при таких заболеваниях, которые есть у человека, так скажем, уже в преклонном возрасте, вакцинироваться и насколько риск развития каких-то осложнений, он высок. Поэтому, еще раз говорю, что вот так вот, смотря на эту ситуацию из Сургута, на какой-нибудь Кавказский горный аул, я не смогу дать какой-то конкретной рекомендации дедушке. Но посоветовать ему обратиться к ему лечащему врачу и получить профессиональную консультацию, это было бы здорово. Последний вопрос от моих знакомых, и потом перейдем к профилактике. Успеваем, я думаю, да? Не успеваем, но хоть чуть-чуть. Итак, моя добрая знакомая Ольга, она в третий месяц нам без осязания, без обоняния перенесла вирус. Вопрос от нее, нужно ли ей сейчас вакцинироваться или дождаться восстановления всех этих функций? Вы знаете, рекомендация простая, нужно сдать анализ на антитела, на иммуноглобулины, понять, какого уровня иммунитет, и после этого принимать решение. Я уже раньше в нашем эфире говорил о том, что порядка 3-4 месяцев до полугода держится иммунитет после перенесенного заболевания, но здесь все зависит от уровня антител в крови. Если антитела есть, это не является противопоказанием, можно прививаться, но можно какое-то время подождать. И буквально несколько слов о профилактике, насколько они эффективны, эти меры. Итак, обращусь к федеральным СМИ, чтобы не выглядеть здесь на местном уровне. Доктор Агапкин рекомендует витамин D, солнечные лучи, поставляете, говорит, хотя бы 15 минут в день, и руки, и лицо. Это здорово помогает для борьбы с этим вирусом. Малышева про статины, что чистые сосуды – это борьба с вирусом и так далее. Ну то есть есть какие-то действительно эффективные рекомендации профилактического толка? Вот вы знаете, все это сводится либо к, так скажем, тем осложнениям, которые вызывают вирус, то, что Малышева говорит про статины, про чистые сосуды, просто заболевание протекает по типу воскулита, если сосуды чистые, меньше риск критических осложнений, так скажем. Если вот говорить о докторе Агапкине, про витамин D и руки, то это примерно, что Юрий Васильевич в тренажерном зале – это увеличение неспецифического иммунитета. Да, мы уровень иммунитета поднимаем, но он неспецифический и не защищает нас от коронавируса, от новой коронавирусной инфекции. Я склонен говорить о мерах профилактики – это, конечно же, обработка поверхностей регулярно, это проветривание помещения, это, конечно же, регулярные занятия спортом для того, чтобы повышать просто уровень иммунитета и не заражаться не только коронавирусом. Нас же как продолжали окружать, так и окружают, и будут окружать другие вирусы, другие заболевания, гриппы, другие коронавирусы и так далее, это аденовирус, ириновирус и так далее, и так далее. То есть у нас тоже есть риск не заразиться. И вот когда наш уровень иммунитета достаточно высок, неспецифического, конечно, у нас меньше шансов заразиться и больше шансов, если мы заразились, перенести это все в бессимптомной форме, так как наш организм достаточно хорошо справится, имея высокий уровень иммунитета. Но специфической профилактике от коронавирусной инфекции на настоящий момент относится только вакцинация. То есть вот это самый сейчас действенный способ специфической, подчеркиваю, профилактики от новой коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной вирусом SARS-CoV-2. Другой специфической профилактики не существует. Спасибо огромное от себя лично, от всех моих знакомых, которые задавали вопрос, от тех радиослушателей, от всей огромной армии радиослушателей дорожного. Это был актуальный разговор, у нас был в гостях депутат Думы города Сургута, начальник медицинской службы «Газпром Трансгаз Сургут» Денис Синенко. Я предлагаю всем абсолютно пересмотреть и передать знакомым, пусть посмотрит эту программу в YouTube-канале, потому что очень интересный обстоятельный разговор. Спасибо еще раз большое, с вами был ведущий Эдуард Иваницкий и гость студии Денис Синенко. Спасибо большое, уважаемые радиослушатели. Вам здоровья, удачи и не болейте. Будьте здоровы. Ура. Ура.